Здравствуйте, вы смотрите программу «После новостей». Я Екатерина Кашучик. Сегодня в этой студии мы будем говорить о политике не только, и будем говорить с человеком, точно вам знакомым, экс-кандидат в президент. Ну, теперь уже можно говорить и экс-участник этой президентской гонки. Об этом мы еще поговорим. Павел Николаевич Грудинин, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу начать, правда, не с этой политической части. Хочу поблагодарить вас за то, что вы оказались в студии телеканала ТВК. И знаю, что к нам в эфир вы приехали после поездки по краю. Вы были в Ужуре, в Назарово, и как раз были по своей специализации, тематике, сельхоз, направлении. Что увидели? Какая у вас профессиональная оценка? Какое состояние сельского хозяйства в крае? Когда-то весь советский народ испытывал чувство глубокого удовлетворения. Он смотрел телевизор и видел, что открываются новые предприятия, как живут труженики села. Это очень много показывалось. Какие успехи у них. Вчера я испытывал чувство глубокого удовлетворения, смотря на эти предприятия. Солгон, Назаревская. Потому что люди, несмотря на огромные трудности, которые испытывает сейчас вообще сельское хозяйство. И сельское хозяйство России, в принципе. Они все равно не сдаются, борются. И удивительные работники, удивительные успехи. Я понимаю, насколько сложно получать сейчас урожай. Как тяжело работать с государством, которое рассказывает, что оно помогает, а на самом деле только мешает производству. Как тяжело удержать людей в селе. Потому что вот эта оптимизация здравоохранения, образования привела к тому, что у людей нет перспективы. И молодежь уезжает. А несмотря на это, вот такие директора, такие предприятия, такие коллективы, все делают для своих работников. То есть, знаете, помните, было такое произведение Киплинга, Маугли. И там Маугли говорил, мы с тобой одной кровью. Он когда говорил с, скажем так, своими, с теми, кто живет рядом. Мы оказались одной кровью, потому что мы строим детские сады, и они строят детские сады. Мы помогаем пенсионерам, и они помогают пенсионерам. Мы построили бассейн, и они строят бассейны. Мы строили храм, и построили, ну, красиво, и там тоже директора построили, ну, коллективы построили храмы. Они думают не только о своем коллективе, а еще о всех, кто живет рядом. Все люди, следящие за политической жизнью, конечно, видели сообщение в конце июля, которое проходило, о вашем исключении из списка кандидатов федерального КПРФ. И немногие, мне кажется, до конца поняли, я даже себя могу к этому числу тоже отнести, а почему? Мы слышали якобы заявление о том, что есть офшорные акции, слышали ваше опровержение. Я от вас слышала даже информацию о том, что когда принималось решение, не запрашивалась информация из страны, о которой идет речь. Как тогда вас исключили из этого списка? Что произошло? Ну, я как-то сказал, что, знаете, у нас борьба с оппозицией, какие-то извращенные формы уже применяют. Кому-то подкидывают наркотики, кому-то, вот как Бондаренко сейчас пытается вменить экстремизм, а мне подкинули офшор. Причем я об этом узнал из сообщений генпрокуратуры. У нас все документы, что еще в апреле 2017 года я его передал председателю Совета Акционеров, естественно, о нем забыл, ну, как о том, что переданы чужому человеку, естественно, он потом закрыл его в 2018 году. Сюда есть все документы о том, что закрыто, ликвидировано, добровольно, совершенно другим человеком. И, несмотря на это, каким-то удивительным образом, без официальных запросов, потому что запрос официальный в офшорную юрисдикцию, если генпрокуратура сделает, ответ придет года через два. Да, это очень продолжительная процедура. Ну, они вдруг откуда ни возьмись получают ксерокопии документов, без печатей, без подписей, не объясняют, где они их взяли. И на этом основании снимают с выборов третьего в списке КПРФ. В общем, за такие же нарушения, как будто бы, хотя я не понимаю, как они могли взяться у меня, она говорит, что единороссы остаются в списке и их пропускают. Но, понимаете, как это вопрос, почему вообще, на самом деле, понятен ответ. Потому что, наверное, КПРФ и кандидатура Грудинина очень сильно раздражает кого-то наверху. А вот придумать, помните, фразу «был бы человек, а статья найдется». И у нас это действует. Фраза из не самых дивных времен, именно в плане политической обстановки, отношения к человеку вообще. То есть я правильно вас понимаю, что это мы можем назвать частью того преследования, которое, в принципе, началось после 1918 года? Да, ну, слушайте, дело в том, что одни и те же фигуранты, они просто, помните, фильм «Место встречи» изменить нельзя? Там же говорили, что у них тут не любовь с интересом. То есть есть политический интерес, есть экономический интерес. Рейдеры, которые накинулись на нас прямо в момент начала президентской кампании, они же нас не оставляют в покое. Мы уже больше тысячи судебных заседаний за три года провели, и все время одни и те же фигуранты. Рейдеры, поддержанные партией власти, люди, которые хотят одновременно, чтобы убрать меня из политической, скажем так, арены, и одновременно захватить предприятия. А мы же все-таки рядом с кольцевой дорогой. Они считают, что это золотые земли, потому что не потому, что мы производим. По застройкам, конечно. И поэтому там у них экономические интересы и политические слились в одну. А резорить такое предприятие, все-таки у нас две тысячи гектар земли, подмосковный, перемеленный с кольцевой дорогой, для них это еще экономический мотив. Давайте вернемся как раз в тот самый 2018 год. Я отчетливо помню, когда началась вся предвыборная гонка, пресса писала о вас как о таком чуть ли не согласованном кандидате, не опасном для власти, как бы все было мирно и спокойно, а потом в какой-то момент началось это преследование. Вы сами поняли, где этот был щелчок, где этот слом, с чего это началось? Ну, я понял, что это было, знаете, как можно разделить всю эту кампанию на две части. Первое выдвижение, ну, до 1 января 2018 года. И меня пустили на все телевизионные каналы центральные, и я дал интервью и Соловьеву, и на Россию, то есть, ну, на всех на Первом канале. А потом, видно, произошел замер рейтинга, и еще этот господин Соловьев взял в эфире вот этой вести радиостанции, в которой он ведет там авторскую передачу, взял и провел замеры рейтинга. И оказалось вдруг, по его информации, что на передаче, то есть, на рейтингом голосования он поставил только трех кандидатов. Путин, Жириновский и Грудинин. Что оказалось, что я набрал там у него на его правительственной передаче 45%, а Жириновский почти 5%. А у нас в стране так нельзя. Вот. И с этого момента, во-первых, мне говорили потом, что всю радиостанцию потом положили лицом вниз, ну, фигурально. Многие сказали, что вы делаете, и я же уехал, а вернулся в совершенно другую страну. Значит, вдруг на меня кинулись все без исключения. Центральные каналы. То есть, вот этот вот рост рейтинга КПРФ, мой личный, оказался такой, скажем так, сигналом для того, чтобы замочить, как это у вас говорят. Вот. Ну, и на самом деле это не кончалось после, потому что у нас остановиться никто не может. Я думаю, что там еще было такое освоение бюджетных средств. Он, значит, у нас же любят деньгами заваливать журналистов, в том числе Центральный канал. Вот. Ну, и они освоили на мне большие бюджетные средства. И помните, нас не пускали на Центральное телевидение, а если и пускали, то с заранее заданными вопросами. Я из-за этого даже ушел с дебатов, потому что страну интересует совершенно другое. А мне вопросы задавали. А как вы относитесь к решению ООН? Я говорю, слушайте, а решение ООН вообще не интересует граждан. Их интересует, как они будут жить в следующем политическом периоде. Какие у них будут пенсии, какие зарплаты. Об этом никто не говорил. Говорили о чем угодно, только не о России. Не тяжело под давлением таким жить? Не было мысли наоборот от этого отстраниться? У вас есть свое успешное занятие. Можно там дальше и больше. Если можно куда-то больше. Вы поймите, когда про вас говорят всякие неболицы, да, вы знаете точно, что это неправда, вас это не сильно беспокоит. Вообще, если вы пошли в политику, особенно в России, то у вас должна быть кожа толще, чем у бегемота. Единственное, что плохо, то, что родственники, близкие люди воспринимают это болезненно. Они же точно знают правду. И вдруг слышат, что там, допустим, про вас какие-то небылицы. Им это тяжело. И вот тут, интересно, консолидация произошла. Коллектив, во-первых, консолидировал совку директора и не дает его в обиду. И одновременно ты понял, кто твои друзья и кто просто товарищи, которые отвалились, примкнули. Знаете, как узнать вообще, с кем вы живете? Это есть такая мудрость, что если вы хотите узнать, какова ваша вторая половина, вы должны с ней развесить, чтобы вы все про нее поймете. Если вы хотите узнать, какие у вас братья и сестры, вы должны поделиться с ними наследство. Если вы хотите узнать, какие у вас дети, вы когда уйдете на пенсию, вдруг выясните, что представляют ваши дети. А если вы хотите узнать что-то про друзей, то как только вы попадете в беду, вы поймете, кто ваши истинные друзья, а кто друзья, ну там, скажем так, на час, ради каких-то внутренних интересов. Поэтому я все это узнал, мы все это прошли. Вы очень часто в интервью говорите так твердо, КПРФ это оппозиция. Но при этом есть ряд политологов со своим четким мнением о том, что КПРФ это оппозиция системная, контролируемая Кремлем, подконтрольная очень сильно, управляемая. Кто-то говорит даже номинальная, есть такие формулировки для того, чтобы было ощущение хотя бы до юра у нас некой многопартийности. Как вы чувствуете себя в этой системе и как сами относитесь к таким мнениям? А вы же сами мне только что сказали, что я был выдан в КПРФ, и многие вначале думали, что я согласованный кандидат. Вот сейчас... Писали об этом открыто прессом? Пресса многое может писать, но вот вы сами ощущаете, вот после того, как вы узнали, что такое давление, уже после даже выборов на меня, как на представителя КПРФ, оказывается, вы считаете, что я был согласованный кандидат? Мне кажется, здесь ваша личность, она вышла выше партийной принадлежности. Я вам сразу могу сказать. И многие тогда поверили вам, потому что я знаю многих, кто за вас голосовал, в том числе и члены моей семьи. Если бы согласованным кандидатом являлся там представитель КПРФ, то это был бы не я, это точно. КПРФ время от времени показывает, что она единственная оппозиционная сила, потому что если вы посмотрите, кто голосовал по праву Конституции, в окончательном варианте, вы обнаружите, что это только КПРФ. Если вы посмотрите, кто последовательно выступал против пенсионной реформы, собирал митинги многотысячные в Москве и всячески препятствовал к пенсионной реформе, вы поймете, что только одна партия это делает КПРФ. Понимаете, мне кажется, что в несистемной оппозиции тоже появилось понимание, что надо голосовать за представителей КПРФ. Вот вы это видели на выборах в Москве, когда несистемщики, которые тоже имеют большую поддержку среди молодежи особенно, они предлагали голосовать за представителей КПРФ. Потому что реальной оппозицией среди системных, которые могут добраться до выборов, являются представители КПРФ, и за них голосует большинство несистемной оппозиции. Я, кстати, тут сразу после решения ЦИКа пошел на дождь. Я обнаружил, потом же комментарии читаешь, что там все идем на выборы, голосуем за КПРФ. Потому что реальная оппозиционная сила, которая еще может добраться легитимно до выборов, это представители КПРФ, и наши, кстати, идеи... Ну, давайте так, несистемная оппозиция во многом получила очки за счет борьбы с коррупцией. Ну, то есть, предложение по коррупционным расследованиям... Ну, потому что это больная точка, и потому что они, естественно, в этом продвинулись. Я вам могу сказать, что они просто так себя раскрутили. Но именно КПРФ предлагала, скажем так, ввести 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в Госдуме. Именно она предлагала провести расследование по Сердякову и многим другим громким делам, связанным с коррупцией. Но партия власти заблокирует все эти предложения. Именно она вносит в Государственную Думу предложение, чтобы национальные богатства принадлежали народу, а не олигархам. Именно она предлагает, скажем так, освободить от налогов бедных, а олигархов наоборот, хотя они сейчас освобождены от налогов, обложить большими налогами. Ну, предложение по агрессивной шкале. И поэтому, в принципе, неважно какая кошка, какого цвета, главное, чтобы она мышей ловила. У нас появилось понятие работающий и бедный. То есть человек работает, но он бедный. Семья из двух человек не может собрать ребенка в школу и прокормить его. И там стоит вопрос, либо ты платишь за ЖКХ, либо за еду. И это уже всем, грубо говоря, надоело. И поэтому пора менять власть. И надо совершить, как мы считаем, левый поворот. Потому что та же Норвегия, Финляндия, Швеция, которые вообще стоят, хоть и капиталистические страны, социалистических принципов, Китая, Вьетнам, их показатели в экономическом росте показывают, что старый наш опыт Советского Союза показывает, что нужно делать все по-другому. Поэтому мы считаем, что под красным флагом КПРФ объединятся все. Но власть что делает? Препятствует проведению честных выборов. И тут мы все одинаково оппозиционно настроенные люди считают, что это неправильно. Мы, кстати, я имею в виду коммунисты фракции, голосовала против закона о признании экстремистскими всех без исключения. Это была общая позиция. Потому что нас уже начинают признавать экстремистами. Ну, какие, извините меня, Бондаренко, какой он экстремист? Он говорит правду и говорит то, что думают все. Какой Платошкин экстремист? Он не призывал к свержению строя. Но ему пришили, извините, как это говорят, дело, и пять лет дали, слава богу, условно. А так бы сидел уже в тюрьме. И нашу правду не задушишь, не убьешь. Мы тут можем с песнями ходить. Но просто людям надо понять, что надо прийти на выборы и проголосовать. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо.